Просто понимаешь, мне здесь ничего не нравится, здесь грязно. Платить нужно за все, здесь нет отопления. Я зашла в столовую, здесь ужасная еда. Я попыталась выйти в город. Просто я не знаю, что это так пахло, но это было ужасно. Все такое непривычное. Совершенно никого не знаю. Я не знаю, как подходить к людям и знакомиться. Я знаю, что здесь много русскоговорящих, но я не могу к ним подойти. Они уже все друг друга знают, а я приехала позже. И мне здесь просто не с кем общаться. Я здесь постоянно одна. Я чувствую себя ужасно. Мне здесь одиноко, и я очень скучаю по своему дому. Я хочу вернуться. Прошло уже два месяца, и я совершенно влюблена в Шанхай. Я влюблена в этот университет. Привет! Меня зовут Анастасия. Мне 23 года. Я из России, из города Ростова-на-Дону. И сейчас я нахожусь в Шанхае, в Шанхайском университете политики и права. Я прожила тут два месяца и совершенно изменила свое мнение о жизни здесь. Теперь мне здесь действительно все нравится. Мне комфортно жить в этом общежитии. Конечно, здесь есть какие-то недостатки, но недостатки можно найти везде, если на них зацикливаться. Здесь было грязно после предыдущих студентов. Но я все отмыла. Мы с моей соседкой устроили максимальный уют в комнате. И теперь каждый раз, когда к нам кто-то заходит в гости, все говорят, что у нас очень уютно, очень комфортно. Всем нравится, как мы расставили мебель. Постепенно мы закупаемся уютными мелочами. Мы покупаем подушки, ковры. Мы утепляем свою комнату, делаем ее максимально уютной. Наш университет среди всех университетов Шанхая называют университетом-парком. Потому что у нас очень красивый кампус. Вечером пройтись погулять с друзьями или пройтись одному подумать. У меня здесь очень много друзей. Очень много интернациональных друзей. Я дружу с монголами. Пытаюсь выучить монгольский, хотя у меня не получается. Я играю в баскетбол с китайцами. Вообще китайцы очень дружелюбно относятся к иностранцам. Они всегда готовы помочь тебе с китайским языком. У меня есть друг, который занимается со мной. Он тратит свое время. Свое время воскресенье, утром. Мне очень нравятся здесь столовые. Здесь очень вкусно кормят. Здесь есть Ая, которая знает, что я ем. И каждый раз, когда я к ней прихожу, она уже готова положить мне мои самые любимые блюда здесь. Мне еще очень нравится, что здесь бесплатный суп. Можно в любой столовой взять бесплатный суп. В первые дни приезда в Китай я очень боялась открыть рот и начать говорить по-китайски. У меня были знания китайского языка базовые, но я очень боялась просто открыть рот, преодолеть этот языковой барьер и начать говорить по-китайски. Это было очень страшно. Я очень боялась делать ошибку. И здесь, хочешь не хочешь, приходится говорить по-китайски. И, что очень приятно слышать, китайцы говорят, что у меня неплохой уровень китайского языка, что когда я говорю, они могут меня понимать. В следующем году я планирую изучать международное право. Наш университет сотрудничает с ШОС. В дальнейшем я хочу попробовать пройти стажировку в Шанхайской организации сотрудничества. Уже в качестве юриста непосредственно. Участие в мероприятиях ШОС – это очень большая возможность для дальнейшего развития. Я рада, что у меня есть такая возможность поделиться с тобой моим отзывом об этом университете и моими ощущениями жизни в Китае. Что я тебе хочу сказать – не бойся. Первое время будет действительно страшно, и, возможно, ты будешь хотеть уехать быстрее домой. Но просто дай себе время. Дай себе время привыкнуть. Дай себе время прочувствовать эту атмосферу. Не бойся просить помощи. Не бойся быть открытым. Не бойся общаться. Не бойся общаться не только с русскоговорящими студентами. Будь открыт и увидишь, что все студенты, весь университет, он тоже открыт для тебя.